Если у вас место рядом с аварийным выходом, да, но у вас нет возможности выполнить действия предписанной инструкции, попросите стюардессу пересадить вас. Это большая ответственность. Хотите пересесть? Нет, я вовсе не уверен, что я гожусь для этого. Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов. Иллюзия безопасности. Да, пожалуй. Знаете, для чего кислородные маски? Чтобы дышать. Кислород опьяняет. В катастрофической ситуации вы впадаете в панику. И вдруг эйфория, покой, и вы смиряетесь. Вот рисунок. Аварийное приводнение. А на лицах безмятежность, как у коров в Индии. Это любопытная теория. Кто вы? О чем вы? О профессии. Что? Хотите изобразить интерес? Ладно. В вашем смехе звучит отчаяние. У нас одинаковые кейсы. Мыло. Простите? Я произвожу и продаю мыло. Критерий цивилизованности. Так появился он. Тайлер Дерден. Вы знаете, что смешав бензин с апельсиновым соком, можно изготовить напалм? Нет, я не знал. А это правда? Правда. Взрывчатые вещества нужно делать из подручных материалов. Неужели? Если захотите. Тайлер, вы знаете, вы самый интересный из всех моих одноразовых друзей. В самолетах все одноразовое, даже люди. О, ясно. Очень умно. Спасибо. И вам это нравится? Что? Быть умником. Вполне. Превосходно. Так, держать. Вопрос с этикета. Как повернуться, проходя мимо вас, задницей или мошонкой? У меня нахуй еще не заманит. Ответ. Тебя предали, Ронан. Мы знаем только, что ее схватили. Тревогу бить еще рановато. Нет. Источники Нагилни говорят, что у нее есть свои планы на сферу. Партнерство с Таносом находится под угрозой. Он требует тебя к себе немедля. Он ждет тебя. Прости, но при всем уважении, Танос, я не в ответе за подлость твоей дочери. Поумерь, Смайдан, обвинитель. Она проиграла схватку полуприману. Танос верил тебе, Камору. Потом дала повязать себя корпусу Нова. Ответственность лежит целиком на тебе. Вы же сами утверждали, она замышляла измену изначально. Сиди за словами. Я не позволю. Я лишь прошу отнестись к этому делу серьезно. Единственное, к чему я отношусь несерьезно, Ронан, так это к тебе. Твоя политика расстраивает меня. Это политика капризного ребенка. Ты даже не смог поладить с моей любимой дочерью Гаморой. Я не нарушу уговора. И если ты достанешь мне сферу, а вернешься ни с чем учти, от тебя не останется и капли крови. Отец прав и справедлив. В этой битве у тебя не будет шансов. Летим на Кюлн. Реджина. Есть разговор. А масло с углеводом? Да. Реджина. Ты в спортивных брюках. У нас вторник. И что? Это против правил. Ты не можешь здесь сидеть. Что за глупость? Это не всерьез. А с моей майкой всерьез? Потому что майка отстой. Тебе тут не место. Кроме треников ничего не лезет. Ладно. Домой пешочком. Смотри под ноги, корова. Армия дурех. Стой, 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 стой. Ох, черт. Это было домашнее задание. Ты ведь из семьи Селманов, да? Да. Ты меня помнишь? Должна помнить. Я живу рядом с вами. В зеленом доме. Мистер Харви. Здрасте. Привет, как дела? Как твои родители? Все нормально. Хорошо. Передавай привет. Знаешь, мне здорово повезло, что я тебя встретил. Я тут убежище построил, и мне интересно твое мнение. Ты не прочь взглянуть? О, ну вообще-то, мистер Харви, мне надо домой. А, ладно. Я просто столько сил на это потратил. Так хотелось кому-нибудь показать, что получилось, но ничего. Покажу другим ребятам, им точно понравится. Убежище? Ну да. Получилось очень здорово. Идем, всего на пару минут. Ты все равно уже опоздала. Я ничего не вижу. Не видишь? А ты приглядись повнимательнее. А что там? Я помыла руки. Дай пять. Эй, 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 а вытереть? Ну ладно, садись. Спасибо, мам. А, одну вилку забыла. Не хочу фасоль. Что? Мне одну. Одну фасолинку? Ништяк, да? Ты будешь свиной отбивной, детка? Да, спасибо. Гребчу. Вот так. Бери пример с сестрой. У нее отличный аппетит. Она старше меня. А можно еще? Да, держи. Ешь давай. Хорошо. Это для всех ребят нашего района. Я подумал, пусть у них будет что-то вроде клуба или... Не знаю. А ты не хочешь первый там все осмотреть? А можно? Да, конечно, да. Там классно. Спускайся. Сейчас. Какой смешок с кукурузой? Мама, можно мне кукурузу? Если съешь все, будешь смотреть с нами телевизор. Не, не хочу. Оставим кусочек для Сьюзи. Да. Вот так. Вот так. Молодец. Вот это клево. Фасоль она не любит. Доедайте. Вот побольше ей положи, милая. Пусть она все съест. Пусть я съест фасоль. Ладно, ладно, я ей оставлю. Это же вкусно. Вот смотри. Это ей ладно. Пусть горли, Клади. Папа не только шпинат ест. Он и фасоль любит. Чувствуй себя как дома. Это очень клево, мистер Харви. Да, это верно. Я решил, у ребят будет свое местечко, где можно развлекаться. Ладно, садись. Сюда. Садись. Удобно? Нравится? Да. Да? Да? В торговом центре? Да. Точно? Наверняка с Клариссой. Могла бы позвонить. 14 лет люди уже знают, как пользоваться телефоном. Это не сложно. Я все понимаю. Придет домой, я с ней поговорю. Я тут накупил всякой-всячиной, вроде этих маленьких пушистых зверюшек. Игры-то же есть. Вы, ребята, любите играть. И вот еще свечи есть, еще, смотри, фигурки ангелов. Мне показалось, очень симпатичные. Они на арфах играют. Блю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Очень славно. И еще есть всякие другие штучки. Ну, вот так. Симпатично. Свечечки всякие, да? Угу. И только одно правило. Взрослым сюда вход воспречен. Хорошо? Хорошо. Симпатичная шапочка, мне очень нравится. Может, ты хочешь попить, Систя? Вообще-то, мне надо идти. Нет, не спеши. Надо быть вежливой. Будь вежливой. Это еще одно правило. Жарковато. А тебе не жарко? Можешь снять куртку, если хочешь. Ты очень симпатичная, Сизель. Спасибо. У тебя есть парень? М? Нет? Я знал, что ты не такая, как другие девочки. Я знал. Мистер Харви. Угу. Славно здесь, правда? Необычно. Очень необычно. Да. Здесь очень, очень необычно. Угу. Угу. Мне нужно идти. Не хочу, чтобы ты уходила. Я тебя не обижу, Сизи. Музыка. Угу. Синий. Музыка. Музыка. Если вы увидите ее, позвоните нам, пожалуйста. Спасибо. Устедов тоже нет. Где мои тлечи? Где они? Я не знаю. Вазе у двери. Куда ты? Джек, подожди. Джек, пожалуйста, дождись полиции. Слушай, будь возле телефона. Похоже, она влитла по-крупному. Девушки отдыхают. Сообщает Бас Светик. Судя по всем данным, крепость Зурга находится на этой планете. Но признаки наличия разумных существ вроде бы отсутствуют. Девушки отдыхают. Иди ко мне, моя добыча. Иди ко мне, моя добыча. Иди ко мне, моя добыча. Вот мы и встретились снова посредник. В последний раз. Ну уж нет, Зурк. Иди ко мне, моя добыча. Ты прыжок разом. Благодарю за помощь, Габи. Я не видел Бо уже... Позволь узнать, в каком году тебя сделали? Меня? Не отвечу точно. В 50-х. Меня тоже? Ой, а вдруг мы с тобой с одного завода? Вот было бы нечто. Должна сказать, ты хорошо сохранился. Ну, я стараюсь за собой следить. Ой, надо же, у меня тоже звуковой модуль. Бенсон, покажи ему. Ой, это совершенно ни к чему. Я, Габи Габи, и я тебя люблю. Ух ты, хоть выбрасывай. Пластинка как новенькая. Только проигрыватель испорчен. А у тебя работает? Эй! Мне в собак заползла змея! Дивный звук. Покажи-ка. Наверное, тот же тип. О, только его не вынуть. Внутри зашит. Так где же Бома вообще-то уже? О, магазин вот-вот откроется. Не волнуйтесь, вас не найдут у нас в гостях. Исключено, мы не можем остаться. Конечно, можете. Нас уже ждут. Не спеши. У тебя нужная мне вещь. Вшито. Где-то. Здесь. А потом беру. Нам эту лапу через день. Серьезно? Мам, а может лучше в парк? Хармони.